В Ненецком округе продолжается подготовка к новому учебному году. Работы по внутренней отделке практически всех школ города завершены, а вот на придворовых территориях образовательных учреждений далеко не все готово к приему учеников. Окружные полицейские выявили ряд нарушений в ходе рейда «Внимание, дети!». Все подробности далее. Безопасность превыше всего, тем более безопасность детей. По статистике этого года число ДТП с участием несовершеннолетних не спадает. За прошедший период 2015 года на дорогах Ненецкого автономного округа зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека погибло и 26 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. С участием несовершеннолетних было допущено 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 детей получили травмы. На дороге профилактика – залог безопасности. Именно поэтому сотрудники ДТП перед началом учебного года проверили придворовые территории и прилегающую к школам проезжую часть. Рейд показал, что нарушений предостаточно. Так, например, возле 4-й школы есть выбоины, чего по требованию безопасности быть не должно. Кроме того, не обновлена дорожная разметка. Есть и другие несоответствия с требованиями. Дорожные знаки установлены не в полном объеме. Дорожные знаки дети должны быть на желтом фоне. У нас только возле 4-й школы на желтом фоне. И возле школы номер 2 по улице Заводской. В других местах дорожные знаки в ненормативном состоянии. Впрочем, безопасность школьников на дорогах в первую очередь – дело родителей. Такую позицию высказала уполномоченная по правам ребенка в Ненинском округе Татьяна Гашева, которая также принимала участие в рейде. Безопасность – это и дороги, которые мы сейчас проехали, посмотрели. Не совсем готовы принять детей и гарантировать безопасность на дорогах и профилактировать травматизм детей. Но в первую очередь обращаю внимание родителей, те, которые поведут первоклассников, детей в первый раз в школу. Постарайтесь не только контролировать их режимные моменты, но и сопровождать их в школу и из школы. Если такой возможности нет, распределите эти усилия между своими друзьями, семьями, с которыми вы дружите, родственниками. По итогам рейда дорожным организациям, отвечающим за участки проезжей части возле школ, будут вынесены предписания к устранению нарушений.